Здравствуйте! На портале экзогет.ру с вами протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами попытаемся понять смысл слов Христа о хлебе, который предназначен для детей и который нельзя бросить псам. Как понимать эти слова Христа, сказанные в ответ на отчаянный крик о помощи? Этот эпизод рассказывается в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка. Матфей рассказывает об этом в 15 главе. И поведение Христа нам кажется совершенно неожиданным, непостижимым. Откуда взялась эта бессердечность, непреклонность? Настолько Христос решителен в своем суровом отношении, что ученикам приходится вмешаться в эту историю. Они просят Христа успокоить женщину, которая в спину им издает этот истошный крик о помощи. Событие происходит в северной части Святой Земли, на границе с современным Ливаном. И эта женщина Хананеенко или Сира Феникиенко, она представитель коренного населения. Разумеется, она язычница. И она буквально готова вцепиться в Иисуса Христа, потому что слышала о совершенных им чудесах. Она видит перед собой целителя, который способен исцелить ее бесноватую дочь. Вначале, как мы помним, Христос хладнокровно ее игнорирует. Он даже не говорит ей ни слова. Учеников голос этой женщины явно раздражает, смущает. И они хотели бы просто избавиться от ее неприятного присутствия. Но даже здесь Христос сохраняет хладнокровное спокойствие. Он говорит, нет, я послан только к заблудшим овцам Дома Израилева. То есть к избранному народу. В Ветхом Завете выражение «сын мой» всегда обращается к народу. Единственный народ, богоизбранный народ у Бога – его сын. Это очень сильный образ. И поэтому непреклонность Иисуса Христа имеет под собой очень надежные основания. Действительно, Сын Божий послан к излюбленному, избранному сыну, к народу. И действительно невозможно собрать хлеб, который предназначен для детей, и бросить его собакам. Но непреклонность этой женщины остается в силе. И она продолжает кричать «Господи, помоги мне!» И в ответ мы слышим вот как раз эти слова, которые должны ее привести в замешательство. Но для материнского сердца ничто не становится преградой. Она продолжает настаивать на этом. Слова Христа еще кажутся настолько странными для современного уха, потому что они нам покажутся расистскими. Разве можно хлеб, предназначенный для людей, бросать псам? И в ответ эта хананейнка могла бы сказать, как многие люди в похожей ситуации отвечают словами упрека, «Вы нас даже за людей не считаете, вы думаете только о себе». Правда, нужно сказать, что Иисус Христос употребляет другое слово. Он употребляет уменьшительно ласкательное слово «собачка» или «щенок». Но, тем не менее, собака есть собака. И это слово всегда произносится с каким-то презрением и уничижением. Именно так благочестивые иудеи называли язычников, которые не почитают истинного Бога. Разумеется, они имели в виду ритуальную нечистоту. И вообще собака считается нечистоплотным животным, и поэтому понятно, что религиозно нечистые люди – собаки. Именно так, в частности, называли блудниц мужского пола, которые участвовали в языческих праздниках. То есть нет ничего более омерзительного и отвратительного. Но когда материнское сердце страдает за ребенка, не страшны никакие обиды, ни опасности, ни правила приличия. И она отвечает со смиренным дерзновением. Одновременно со смирением и дерзновением. Ей, Господи, да будет так. Но и собачки едят от крошек, которые падают с хозяйского стола. И в этот момент происходит какой-то невообразимый переворот. Как будто в этот момент несчастная женщина-язычница приносит потрясающее свидетельство веры. И в ответ Иисус готов ей преподнести ответный подарок, драгоценный дар исцеления. Ее дочь исцелится. Но сначала Он называет причину этого чуда. «Женщина, велика твоя вера». Одновременно эти слова звучат как похвала и признание. И это означает, что вера – это нечто, что выходит далеко за пределы географических, этнических, религиозных границ. Для апостолов это станет знаком того, что границы Церкви Божией должны совпасть с границами всей обитаемой Вселенной. Они будут проповедовать всем народам. Бог не знает чужих. Все для Него родные. И поэтому Церковь не должна стать башней слоновой кости, в которую посторонним вход будет запрещен. Но наоборот, именно то, что Христос такой симпатии воспринимает веру язычников, например, сотнику Он отвечает такими словами, «Истинно, говорю вам, столь великой верой я не встречал ни у кого в народе Израиля», говорит о том, что Христос по-своему тоскует по живому религиозному чувству, которое можно встретить у язычников. И поэтому они особенно чутко откликаются на Его зов, на Его проповедь, и поэтому они Ему особенно дороги. Но прежде всего это намек всем нам, что Евангелие принадлежит не только нам, православным, но принадлежит вообще всему человечеству. Но у этого чуда есть еще другой момент, и психологически вы, может быть, угадываете это чувство. Женщина просит о чуде, она видит перед собой целителя для того, чтобы решить свою жизненную проблему. Но Христос не хочет, чтобы Его воспринимали просто как чудотворца, как некое орудие, которое решает проблему людей, а потом эти люди просто исчезают где-то в темноте, говорят «до свидания», «прощай», и больше никогда не вспоминают об этой встрече. И для того, чтобы по-настоящему произошла встреча, необходимо время и необходимо терпение. И поэтому Христос специально подвергает испытанию, он как будто проверяет веру его собеседницы. Он прекрасно знает, на какую веру она способна, и поэтому проводит ее через это испытание. Он знает глубину смирения, на которую она способна. И, конечно, он рискует, потому что женщина могла себя повести совершенно иначе, повернуться спиной. Но именно в этот момент, когда они обмениваются такими странными словами, можно догадаться, что женщина в глазах Христа видит, что его пословица о псах и хлебе это не ответ, это вопрос. Он к ней обращается с вопросом, готова ли ты идти до конца, готова ли ты к вере. И она говорит «да, Господи». И между ними в этот момент завязывается как то, что завязывается между настоящими друзьями. Из этого испытания, из этого столкновения, из этих взаимных обид, может быть, рождается настоящая дружба, настоящий союз, который соединяет их отныне до конца. Они как будто улыбаются друг другу, потому что отныне между ними это дружба. Нечто подобное мы видим в эпизоде с Самарянкой в Евангелии от Иоанна. Итак, главный урок этой истории о том, что для Бога нет чужих и что Господь, иногда, не исполняя тут же наши молитвы и наши просьбы, в действительности испытывает, потому что Ему нужно нечто большее. Ему нужна наша вера, наша любовь, наша дружба, наша верность. На портале «Экзогет.ру» с вами был претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!